Добро пожаловать в фонде имени Генриха Бөлле. Меня зовут Бальтер Кауфханман. Я занимаюсь восточной и юг-восточной Европой в нашем фонде. В начале каждого года, это стало уже традицией, мы собираемся вместе с Алексеем Козловым, представителем объединения «Солидарус» с гражданским обществом в России, осматриваемся на прошлый год на условия работы гражданского общества в России. И в этом году мы решили положить фокус на очень важное поле, а именно вопрос цифровых медиа, их возможностей для российского гражданского общества, для коммуникации внутри гражданского общества. На эту тему мы пригласили экспертов из России. От всего сердца приветствую вас. Они будут вам представлены позже. Эксперты занимаются политическими рамочными условиями для интернета в России и интернет-политики, сетевой политики российского правительства. Но, с другой стороны, эти эксперты сами являются представителями разнообразия цифрового медийного ландшафта в России, работающего в тяжелых условиях. И люди, которые совершают многое, такое, чего мы на Западе почти не знаем. О развитии интернета в России существуют очень разные и противоречивые новости. За последние 20 лет, как мы все знаем, потребление интернета в России, можно сказать, взорвалось. И сеть, плотность потребления интернета очень высока. На седьмом месте Россия стоит. Это значит, что больше 80% населения использует интернет. Существует масса информационных предложений, порталов. Весь контент очень быстро распространяется в социальных сетях, в мессенджерах. И мы видим, что российская журналистика проходит фазу новой ориентации, а также многие российские гражданские инициативы. Веб-порталы предлагают многообразие контента из науки, культуры, образования. Благодаря краудфандингу спасаются целые редакции, которые очень широко и подробно рассказывают о жизни общества. Таким образом, как государственные медиа уже давно не могут и разучились. Региональные блогеры или редакции, состоящие из двух людей, создают новую, локальную, честную журналистику. В интернете новые форматы информации, партиципации и создания различных сетей апробируются и создаются новые форматы. С другой стороны, российское правление нацелилось на российский интернет самое позднее после зимы 2011-2012 года, когда интернет наблюдал за Рошадой и Медведев Путин, когда стало ясно, что огромное количество людей может договориться через интернет и собрать деньги или собрать инициативу для того, чтобы организовать громкие протесты против российского правления. С тех пор мы видим две тенденции государственной политики. С одной стороны, репрессии и ограничение свободы слова в интернете, и с другой стороны, использование интернета для собственной пропаганды. Ограничение преследования блогеров и пользователей социальных медиа под предлёгом экстремизма, закрытие веб-сайтов, мессенджеров, преследование мессенджеров. Это происходит каждый день. Немецкие представители правительства рекомендуют всем анонимизировать свои данные и сохранять их хорошими паролями. Российское правительство говорит, кто действует анонимно, тот подозрителен. Тот, кому нечего скрывать, может регистрироваться при каждой покупке, при каждом передвижении. По китайскому примеру, российский Роскомнадзор наблюдает за всеми, которые хотят обеспечить частную приватную сферу в интернете. И в Германии мы это очень обсуждаем. Пропаганда. Самое позднее после развития украинского кризиса Кремль открыл силу троллей для своих нужд. Троллей внутри и троллей снаружи. И здесь риски интернета особенно высоки. Там, где качественные медиа не смогли удержаться или институционализироваться, там массово распространенные fake news имеют огромное влияние, которые связываются с образами преследования, которые распространяются активнейшим образом. Мы сегодня, с одной стороны, обсудим стремление к автономии российского гражданского общества и стремление государства использовать интернет. Мы воспринимаем это как гражданское последствие цифровизации. Это, конечно, дискуссия германо-российская, но вообще-то это международная дискуссия, и наше мероприятие хочет внести вклад в то, чтобы немцы и россияне могли активно участвовать в международной и международной дискуссии. Спасибо большое за подготовку этого мероприятия. Моей коллеге Нина Хапе, которая выступит модератором также первой части, а сейчас передам слово Алексею Козлову. Где вы, Алексей? Наш долгомноголетний партнер из общества «Солидарность с Россией». Я являюсь директором организации «Солидаритет Меддербюргер Бивигунг» «Ин Русланд». Организация была основана в 2013 году представителями российского, польского и немецкого гражданского общества в Берлине для содействия как российскому гражданскому обществу, так и содействия пониманию процессов, которые там происходят в Германии, так как это требует пристального изучения и адаптации. Мы занимаемся мониторингом, анализом в сфере прав человека в широком смысле. Последняя наша работа – это адаптированный для Германии доклад, посвященный правам человека в Крыму за пять лет оккупации. Все эти материалы вы можете найти на нашем портале, который, кстати, до сих пор является медиа, зарегистрированным в Российской Федерации, артикль 20.орг. Свобода слова была всегда важным для нас правом, да, не основным, но тем правом, которое позволяет реализовывать другие права, такие как свобода собрания, свобода ассоциаций и иные. И поэтому мы всегда и на нашем портале, и в нашей работе уделяли этому серьезное внимание. Для иллюстрации ситуации с журналистикой в Российской Федерации я прочту пять заголовков от 8 февраля, то есть буквально пятницу я нашел эти заголовки в поиске по медиа в Яндексе. Редактора агентства ТАСС вынудили уволиться после расследования о нарушениях в системе детского питания в школах. В Махачкале журналиста доставили в отдел полиции за съемку задержаний прихожан в мечети. Тюменского блогера арестовали за съемку ролика в поддержку московских блогеров, арестованных за съемку ролика на Новом Арбате. На псковскую журналистку Светлану Прокопьеву завели уголовное дело за оправдание терроризма. Суд оштрафовал псковскую ленту новостей за цитирование эфиры Прокопьевой и запретил радиостанции называться «Эхо Москвы» во Пскове. Радиостанция «Иностранный агент» «Радио Свобода» продолжает активно вмешиваться во внутренние политические дела России. Эти несколько заголовков дают достаточно однозначный контекст ситуации, в котором находится вся журналистика России и, естественно, ее цифровая часть. Невозможно не заметить, что ситуация стремительно ухудшается. Хотя Россия стабильно находится на 148-м месте в рейтинге свободы слова, уже третий год не двигается с этого места, то есть стабильно плохо, но это не значит, что репрессии как-то сокращаются или, может быть, прекращаются. Нет, они задействуют новые сферы социальной жизни и используют новые инструменты. Это штрафы и аресты, реальные аресты за распространение информации в социальных сетях о несогласованных демонстрациях и митингах. Это реальные сроки до пяти лет лишения свободы за репосты и лайки в социальных сетях. Активно действует закон о средствах массовой информации так называемых иностранных агентах. Отдельно стоит отметить стремительное ухудшение ситуации со свободой слова в Крыму. Это непосредственно и нас коснулось. Корреспондент нашего портала артикль 20.org Алена Савчук получил запрет на 10 лет на въезд в Российскую Федерацию за свои публикации о ситуации с правами человека в Крыму. Это своеобразный антирекорд, но я не думаю, что он последний. Я уверен, что выступление коллег и плодотворная дискуссия поможет вам лучше понять ситуацию со свободой прессы в Российской Федерации. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый день. Приветствую вас всех. Вас намного больше, чем я ожидала и надеялась. Я очень рада этому. Меня зовут Нина Хапе. Я работаю в отделе по Восточной Европе. В фонде меня Генрихи Бойли. У нас шесть человек. Мы немножко разделили работу. Я в особенности сотрудничаю с бюро в Москве. Я организую здесь мероприятия, связанные каким-то образом с Россией. Большое спасибо Аниме Тивазиан, моей коллеге. И спасибо нашему практиканту Паулу Штрикеру, которые мне помогли подготовить это мероприятие. Паул Штрикер хочет написать, возможно, статью. Может быть, он с кем-нибудь из вас, иностранных и зарубежных гостей, потом поговорит и проведет интервью. Хочу вам представить гостей. Анна Голубева, журналистка, медиакритик. По-моему, Анна Голубева имеет очень богатый профессиональный опыт в различных областях медиа. Она работала в журнале «Огонек», очень старый журнал. Не могу рассказать всю историю, но, по-моему, это был выдающимся журналом во время перестройки. Потом она работала в MTV, который сейчас, по-моему, государственный канал. Кроме того, она руководила службой развития канала «Россия», где она заведовала маркетингом, промоушеном и дизайном, то есть занималась маркетингом медиа. Это тоже очень интересный аспект, и мне нравится, что вы имеете опыт и в этой области. Кроме того, она была шеф-редактором канала «Армедия», стримингом «Армедия». И с 2012 года она является редактором «Колты.ру». Кроме того, она является автором и пишет для различных журналов, для россиян из вас. Сейчас назову сеанс «Esquire New Times», критическая пресса, нет, критическая масса, простите, эксперт «Леофисель Вуяж», и пишет для различных интернет-порталов газеты «Опенспейс.ру», «Опенколта.ру» и «Православие и мир». То есть она эксперт и знаток медиа-ландшафта, и мы очень рады тому, что вы здесь. Рядом с ней сидит Дамир Ганудинов из Москвы. Он юрист в Международном ассоциации юристов АГОРА, АГОРА International Human Rights Group, полное название. В АГОРе он специализируется темой свободы мнения оффлайн и онлайн. И также он является соавтором ежегодного отчета о свободе в интернете, который издает АГОРА. АГОРА только что издал актуальные доклады. Я думаю, что мы сможем познакомиться с результатами этого доклада. Дамир нам расскажет, наверное, потому что, видимо, российское правительство наметило поворот в стратегии относительно попыток получить контроль над общественной жизнью в России. Дамир Ганудинов в Европейском, судя права человека, представляет дела различных интернет-порталов, интернет-газет, как, например, грани.ру. Это, по-моему, была одна из первых сайтов, который был закрыт или блокирован. Или Каспаров.ру, тоже интернет-газета. И, по-моему, Телеграм вы тоже представляете, да? Добро пожаловать. Мы очень рады, что вы приехали к нам. Слева от меня Джемма Бёрцкин, свободный журналист. Она работает в Берлине, специализируется на Восточной Европе. Она была также новостным редактором на Балканах, в Палестии, как журналист. Она сейчас работает в редакции Deutschlandfunkkultur, является автором, модератором и медиа-коучем. Но это не то, почему я пригласила Джемму, хотя, наверное, не помешает, что она очень хорошо знает Россию и, по-моему, даже выросла в Москве. Но Джемма Бёрцкин является членом правления репортеров без границ в Германии. Эта организация была создана в том числе и ей по французскому образцу в Германии. Это значит, что она не третий голос, который рассказывает из России, а она как бы смотрит со стороны, видит проблемы, видит тренды, тенденции. Которые, возможно, наблюдаются в глобальном масштабе, и как в них вписываются локальные тенденции, или можно сравнить возможные тенденции в Германии, где, конечно, тоже всё далеко не идеально. Когда мы объявляли об этом мероприятии, мы написали, что российское правительство следует китайской модели, что касается контроля и метода цензуры. Но сначала я хотела бы попросить Анну Голубеву помочь нам войти в эту тему, рассказать нам о новых интернет-медиа, может быть, рассказать один-два примера, или, может быть, расскажете нам, как вы работаете в Кольта.ру, кто там работает, какая целевая группа, какое распространение, и как сейчас выглядят модели финансирования. Добрый день, слышно меня, да? Здравствуйте, очень приятно быть здесь среди вас. Давайте я начну, наверное, с рассказа о Кольте, которую я здесь представляю. Это независимый портал, интернет-портал, который был преемником как раз портала OpenSpace.ru и создался он в 2012 году. Портал OpenSpace также был изначально независимым порталом, который писал о культуре. Затем он перепрофилировался, другой собственник его изменил немножечко, и вся редакция Кольте.ру, то есть вся редакция тогдашнего портала OpenSpace, покинула его и создала собственную редакцию. В этот момент создатели этого портала решили, что у нас не будет инвесторов, у нас не будет собственников, мы не будем искать человека, который бы захотел в нас инвестировать. Мы будем существовать сами столько, сколько мы сможем просуществовать, а именно мы будем просить людей о пожертвованиях. То есть это система, которая называется краудфандинг. И, соответственно, столько, сколько мы сможем прожить, мы проживем. Мы тогда думали, что это продлится несколько месяцев, если честно, потому что мы не общественно-политический портал, мы не благотворительная медиа, как, например, такие дела, которые здесь представляет моя коллега Анастасия Лутарева. Мы, медиа о культуре, это довольно редкий случай среди независимых медиа, до сих пор, пожалуй, можно сказать, что так и не возникло в интернете портала универсального о культуре, который бы писал обо всех направлениях культуры. Плюс у нас есть ещё эта музыка, это кино, музыка, академическая музыка, медиа, литература, искусство изобразительное, и плюс у нас есть ещё раздел, который называется «Общество», так что о общественно-политической проблематике мы, в общем, на общественно-политическую проблематику мы тоже пишем. В общем, что касается культа, то это 15, сейчас нет, 14 человек. Мы, в общем, до сих пор, к собственному удивлению, существуем с 2012 года, хотя практически всё это время мы стоим на грани, что называется, выживания. Естественно, что все мы работаем в разных местах, то есть мы зарабатываем деньги не в культе, потому что зарабатывать их в культе невозможно. Мы зарабатываем их где-то, но создаём вместе вот это вот медиа. И нам очень помогают самые разные люди пожертвованиями. Иногда это довольно серьёзные люди, которых мы называем попечителями культа, которые платят какие-то достаточно крупные суммы. Иногда это люди, которые присылают нам буквально пожертвования в совсем небольшие. И всем этим людям мы очень благодарны, и благодаря им мы до сих пор существуем. В культе публиковались и публикуется огромное количество лучших, на мой взгляд, русских журналистов, просто широко известных в том числе. И помимо этого ещё и огромное количество известных деятелей культуры и искусства, известных режиссёров театральных, таких как, например, Кирилл Серебренников и Константин Богомолов, известных художников от Ильи Кабаковой до представителей современной независимой артсцены. Ну, то есть просто я посмотрела перед тем, как ехать сюда, список авторов культа. Их огромное количество, их около 600. И, естественно, в разные годы не все публикуются постоянно. И, в общем, это очень такой внушительный список звёздных достаточно имён. Вот, собственно, распространяемся, у нас нет никакой рекламы. У нас иногда бывают возможности как-то продвигаться через социальные сети. Более или менее целенаправленно в основном мы, конечно, через них и двигаемся. Вот, собственно говоря, так мы и живём. Время от времени нам удаётся получать какие-то гранты. Мы не можем получать гранты в основном от российского... В России, да, от государства, естественно. Вот, иногда мы получаем какие-то гранты или делаем какие-то совместные проекты с разными партнёрами. Собственно, вот такая у нас система. Что касается вообще этого способа финансирования, он довольно специфический. Вот тут коллеги, предваряя, так сказать, сегодняшнюю встречу, говорили о том, что краудфандинг позволяет редакциям существовать. Это очень проблематичный вопрос, на самом деле. Потому что краудфандинг – вещь, которая, в общем, сама по себе никакую редакцию, конечно, не спасёт. В основном это способ, скорее, вовлечения людей и контакта с аудиторией. Но это не экономическая модель. В нашем, по крайней мере, случае. В случае, когда это большой фонд, который собирает деньги на разные благотворительные проекты, как, опять же, у моих коллег, это, очевидно, совершенно по-другому происходит. В нашем случае, конечно, это деньги, на которые невозможно издавать ни одно издание. И, в общем и целом, эта модель, скорее, действительно используется нами, так же, как и многими другими нашими коллегами. Я бы назвала это комбинированной моделью. Очень часто многие прибегают к краудфандингу, многие издания, в том числе такие старые акторы и уважаемые на нашей медиасцене, как «Новая газета», с некоторых пор тоже собирают деньги посредством краудфандинга, хотя у них есть инвестор. И к этому способу время от времени прибегают разные независимые медиа. Скажем, медиазона, у которой изначально были какие-то возможности, это правозащитная медиа, очень актуальная, очень важная сейчас в России. Вот они тоже собирают деньги посредством краудфандинга. Существуют различные также модели, другие финансирования, но в основном они все очевидны. Речь идет о том, что у нас есть подписная модель, и она тоже часто используется комбинированно. Например, газета «Ведомости», всем известная солидная деловая газета, она существует посредством подписки, но кроме того, у нее есть инвестор, и кроме того, она зарабатывает деньги, проводя конференции, организуя конференции. Существуют модели, связанные до сих пор с довольно такой уже олдскульдной, что называется устаревающей моделью, как рекламная. Например, есть такое удивительное медиа, у нас оно называется «Собеседник», это бумажная газета и портал в интернете до сих пор, которому очень много лет, и который существует как часть издательского дома, и он известен, например, он очень странное издание, с одной стороны, с другой стороны, он очень хорошо известен своими расследованиями, потому что там работает журналист-расследователь Олег Ралдугин, который делает антикоррупционные расследования довольно часто, очень много на эту тему публикует, и многими его данными, многими его расследованиями, например, пользуется Алексей Навальный, и, так сказать, какой-то информацией от него поступающей. Вот, и, то есть, если говорить еще о моделях финансирования, да, и способах существования независимых медиа, то есть разные, в общем, модели, вот, опять же, мой коллега здесь присутствующий говорил о своем издательском доме, да, такое замечательное интернет-издание, которое называется «Батинка ДВ Трансформер», часть большого издательского дома, который зарабатывает разными способами, в том числе вне, условно говоря, да, это способы, не всегда связанные с медиа, но в том числе и способы, связанные с медиа, то есть люди используют свои профессиональные навыки для того, чтобы создавать, допустим, корпоративные медиа для брендов и корпораций. Вот, в общем и целом, наверное, я более-менее сказала, да, о моделях существующих. Большое спасибо. По-моему, мы поняли, что на самом деле очень сложно говорить о качественном журнализме как источнике доходов, то есть финансирование — это серьезный вопрос, серьезный вызов, нет? Всем так. Дело в том, что существуют, например, деловые издания, довольно известные, авторитетные в России, такие как РБК, такие как «Ведомости», которые я упомянула, отчасти «Коммерсант», «Форбс», журнал «Форбс» — это издания, которые, в общем, занимаются качественной журналистикой, преимущественно деловой, но не только. И из них можно узнавать до сих пор независимую информацию, и, так сказать, их читают активно, и их журналисты, журналисты, которые там работают, и создатели вообще этих изданий, они достаточно нормально зарабатывают, у них все в этом смысле неплохо пока еще. Но у них есть серьезные инвесторы этих изданий, либо это лицензионные издания, как «Форбс», которым владеет у нас инвестор, бизнесмен, либо это, так сказать, ну вот это в основном таким образом происходит, да, у них достаточно, плюс у них есть какие-то рекламные естественные доходы у этих изданий. Спасибо. Я хотел еще вас спросить, насколько вот в середине независимых СМИ есть ли там какой-нибудь лейт медиа, кто-то, кто формирует мнение, там, где люди могут получать информацию, что происходит в моем городе, в России, в мире, за пределами государственных медиа, есть ли такая базовая информация, как источник? Я бы не сказала, что я могу назвать сейчас одну какую-то медиа, которому, безусловно, доверяют все. Есть, вот, как я уже сказала, есть деловые, уважаемые, солидные издания, о которых я говорила, это РБК, ведомости. Отчасти коммерсант, с ним все не очень просто, это издание, принадлежащее инвестору, оно формально независимо, но на самом деле мы знаем, что это не всегда так, да, это формальная независимость, то, что у него есть собственник, который никак не связан с государством на деле, это не совсем, в общем, независимость, потому что этот человек, так сказать, очень хорошо вписан в различные связи внутри государства, и очень, собственно говоря, медиа это было куплено им, потому что ему намекнули на то, что это было бы неплохо сделать, и сделала это власть, да, то есть чтобы в его руках оказалось это очень известное, очень авторитетное в свое время газет. С тех пор это издание довольно серьезно изменилось внутри, у него несколько раз менялся главный редактор, у него менялась редакция, там осталось немного уважаемых журналистов, но тем не менее они остались, и тем не менее время от времени они публикуют достаточно, так сказать, релевантную информацию, да, и обзоры, и мнения. Но тем не менее мы не можем назвать одно медиа, да, безусловно, что картина какая-то того, что происходит в России, она складывается из, в норме, но это вообще, наверное, норма для современного общества, да, эта картина складывается все-таки из чтения некоторых различных источников, да, она составляется как пазл из разных, так сказать, источников. Это может быть телеканал «Дождь», это могут быть, у нас сейчас они очень сильно работают, иностранные медиа, которые, в частности, BBC, куда пришло работать некоторое время назад, несколько очень хороших российских журналистов, которым просто не нашлось места нигде больше, кроме как вот в этом издании, и они много, серьезно и хорошо работают, и расследовательской журналистикой занимаются. Вот, то есть это BBC, это Deutsche Welle, это «Голос Америки», и это издания, которые созданы специально, иностранные издания, которые созданы специально для российской аудитории, скажем, это могут быть издания Ходорковского, Михаила Ходорковского, «Открытые медиа», «Открытая Россия», это может быть издание «Медуза», которое качественно достаточно работает как независимое издание, они существуют в Латвии, но 70% их аудитории – это аудитории в России, они пишут на русском языке, пишут они о России, для России в основном. Поэтому вот из чтения этих изданий, так сказать, и складывается примерно представление о том, что вокруг в мире происходит. Спасибо в качестве введения. Я думаю, это было очень интересно, это свидетельство о том, что разнообразие гораздо более пёстрое, чем в моём восприятии. Ну, тут есть, конечно, определённые предрассудки, что касается независимой журналистики, значения отдельных журналистов, которые качественно работают в России. Но я спросил по другой причине, потому что у нас иногда жалуются, что формируются такие пузыри, что отдельные сообщества, в принципе, используют только те источники информации, которые к ним подходят, по политической окраске, по интересам, и что вот эти сообщества, комьюнити, просто сосуществуют, не соприкасаясь. Джема, это на самом деле так, я думаю, что это тенденция, усиливающаяся интернетом, как медиа, благодаря его безграничным, можно сказать, возможностям и необозримому многообразию. Поначалу хотелось бы сказать, что Анна это хорошо описала многообразие российских медиа в интернете. И хотелось бы ещё сказать, что надо дифференцировать между медиа, которые она называла, это традиционные бренды с онлайн-предложением, как коммерсант или ведомости, и медиа, которые возникли в интернете. Это у нас в Германии тоже есть. Если подумать о Шпигеле, и Шпигель онлайн, и FAC, они все тоже работают в интернете, но и в Германии, в других странах. Это такая тенденция, тренд, что всё больше медиа возникают в интернете без печатного издания или печатного бренда. Поэтому это было очень хорошее описание ситуации. Если посмотреть это на немецком языке, есть хороший портал, Decoder, который хотелось бы обязательно назвать, где можно получать такую информацию на немецком языке, в переводе на немецкий язык, с отличными комментариями, потому что в Германии есть такое впечатление или восприятие, что всё в России там зарегулировано, и нет уже большого творчества или креативности в интернете. Но я думаю, мы об этом еще услышим. Ведь на самом деле в России был такой этап, большой этап свободы интернета, не так, как в Китае, где изначально было регулирование, и многие китайцы вообще не знают, что за пределами китайского интернета есть еще всемирный интернет с информацией, которой нет доступа в Китай. То есть развитие в России было совершенно другим. Была большая свобода интернета, и за последние годы мы видим ограничения этой свободы через законы, о которых мы, наверное, еще услышим. И это тенденции, которые мы видим в других странах, в частности, постсоветского пространства. юридическое регулирование со стороны политического руководства, нацеленное на ограничение свободы и креативности активистов, и журналистов за последние годы. они реагируют на это и не формируют таких пузырей, а формируют сети, мобилизируют людей, информируют людей. И они создали целый тренд против государственной пропаганды, которая идет по телеканалам в первую очередь. 80% российского населения информируется через ящик, получает из телевидения информацию. Если посмотреть то же, то, что мы здесь, это ниши, но важные, креативные, активные ниши, а мы, как репортеры без границ, их поддерживаем, стараемся им помогать. И еще небольшое последнее примечание, чтобы еще описать, охарактеризовать то, что составляет богатство российского интернета. В отличие от многих других стран, российский интернет, это русскоязычный интернет, который действует глобально. Я работал в Израиле, где более одного миллиона это бывшие россияне, люди, которые активно участвуют в дискуссиях в российском интернете, которые читают информацию. И люди русского происхождения в Германии точно так же или в постсоветских странах. Многие страны еще ориентируются на русский язык, в том числе в Центральной Азии и в обществах, которые еще более несвободны, чем сегодняшняя Россия. Для них российский интернет это важный источник. Вот это я хотел еще раз сказать, чтобы показать большое измерение всего этого дела. Большое спасибо. Теперь я думаю нам пора перейти к неприятным вопросам, например, к теме Китая. Джема немножко затронула эту тему уже. Когда я думаю о китайской системе, я себе всегда представляю, что китайский юзер сидят перед компьютером, вбивают какое-то слово в поисковик, например, демократии или права человека и получают результаты, которые я не восприняла бы как адекватные или, может быть, вообще не получают результаты или неполные результаты. Мы всегда слышим о огромном Брандмаоре, о параллельной мире, о параллельной сети, которая живет в Китае и у которой нет доступа к знаниям. И если мы формулируем такое, я не могу себе представить, что в России действительно российское правительство ставит себе цель создать такую систему. Это было бы плохо для этой державы, то есть как руководство страны может хотеть, чтобы его население осталось в темноте, в незнании. Это было бы неправильно и нехорошо для страны. Давайте пока поддержим эту тему в голове и говорим о стратегиях, о разных стратегиях. Каковы новые тренды интернет-контроля со стороны российского правительства и руководства? Сегодня уже поднимались несколько раз эти моменты и Алексей Козлов упомянул о том, что ситуация в интернете постоянно ухудшается. Назвал несколько ярких примеров законов действий российских властей, направленных на то, чтобы контролировать интернет. Мне кажется, важно посмотреть на это немножко вглубь. 2012 год стал рубежом, с которого начался отсчет несвободы интернета в России. До этого времени российский интернет был одним из самых свободных независимых мест на земле. Можно было делать все, что угодно, писать все, что угодно, не опасаясь практически ничего, ни уголовного дела, ни блокировки. все было замечательно. Потом случилась арабская весна, которая, судя по всему, очень сильно напугала российские власти. И, собственно, ровно с этого времени начинаются первые попытки контролировать интернет. И вот видно, что теперь мы, точнее, уже видим, что ситуация развивается по спирали. Сначала они использовали самые простые способы и попытались блокировать доступ к неугодной, нежелательной информации на уровне операторов связи. Первый закон о черных списках в интернете. Оправдывался он тогда необходимостью защиты детей от вредной информации. И предлагались как раз такие темы, которые, казалось бы, не должны вызывать никаких возражений у общества. Кто будет возражать против необходимости блокировки детского порно, например, в интернете? Или пропаганды наркотиков? То есть продавалось это именно под таким соусом. Но эксперты уже тогда говорили о том, что они на этом не остановятся, это только начало. Ну, собственно, так и произошло. Буквально два года спустя был принят так называемый закон о политической цензуре, закон лугового. Это поправки к закону об информации, который позволяет блокировать доступ к информации экстремистского характера, к призывам участию в несанкционированных властями публичных мероприятиях. И, собственно, он для этого использовался, для того, чтобы ограничить распространение в интернете, в социальных сетях призывов к участию в митингах. Десятки, сотни тысяч сайтов были заблокированы. А всего вот по этим законам, их сейчас очень много, по судебным решениям, по решениям полиции, прокуратуры, заблокировано больше трехсот тысяч ресурсов. Причем, поскольку блокировки осуществляются на уровне операторов связи, реально страдают десятки, больше десяти миллионов страниц, говорят наши партнеры и коллеги, эксперты из неправительственной организации Роскомсвобода, которые мониторят блокировки в интернете. То есть, за все время действия этих черных списков. Но довольно быстро стало ясно, что простые блокировки не работают, потому что люди учились, потому что власти сами собственно подталкивали пользователей к тому, чтобы осваивать новые способы обхода блокировок, менять отношение к этому пользователей и граждан, которые все равно стремились получать то, к чему они привыкли в интернете. И несколько блокировок таких массовых популярных ресурсов, вроде, например, крупнейшего торрент-трекера Routracker, позволили уже не просто интернет-активистам, но и самым обычным обывателям освоить простейшие способы обхода блокировок. И там продажи, например, VPN-сервисов в России увеличивались тысячекратно в периоды, когда власти пытались заблокировать какие-то крупные такие вот популярные ресурсы. И примерно с 2014-2015 годов мы начали фиксировать изменения политики от простых блокировок. То есть блокировки остались, они никуда не ушли, они продолжаются. Власти начали преследовать тех, кто информацию в интернете распространяет, запугать людей, которые готовы делиться чем-то в сети. И мы с этого момента видим сильное увеличение количества уголовных дел, причем не только увеличение числа дел, но и ужесточение реакции государства. То есть с 2015 года отправиться в тюрьму на несколько лет за репост какой-то статьи или какого-то видеоролика можно было уже не только активисту, против которого персонально работали спецслужбы, но и самому обычному гражданину, который просто чем-то решил поделиться с друзьями. И с тех пор ежегодно несколько десятков человек отправляются в колонии на сроки до 5-6 лет исключительно за то, что они чем-то поделились в интернете. Однако в прошлом году у нас с коллегами, когда мы писали очередной доклад о свободе интернета, появилось ощущение, что ситуация меняется и подходы меняются, потому что и это проскальзывало на самом деле в высказываниях официальных лиц, которые начали говорить о том, что блокировки неэффективны, люди их обходят, посадки за репосты, ну, они, конечно, пугают людей, и сама цензура очень сильно выросла, очевидно это, но информация все равно продолжает распространяться. И такое ощущение, что следующий этап, это вот третий, который власти предпринимают для того, чтобы контролировать интернет, это давление на глобальные платформы, потому что российские интернет-сервисы, ну, самая популярная социальная сеть ВКонтакте, самая популярная поисковая система Яндекс, и так находятся под полным контролем властей. Вот это была первая история с давлением на сервисы, это были эпизодические такие случаи, например, когда администрация президента пыталась заставить Яндекс изменить выдачу новостей, вот это вот на первой странице поисковой системы, топ-5 главных новостей в Рунете. Первоначально это был агрегатор всех публикаций в зарегистрированных медиа, в блогах и так далее. И вот это могли быть обычные блоги, какие-то сайты, которые не зарегистрированы в качестве СМИ, и картинка была совершенно другой. Говорят, например, что впервые Дмитрий Медведев, который тогда был президентом, возмутился тем, что на главной странице Яндекса во время российского вторжения в Грузию были сообщения грузинских СМИ. А, собственно, это страница, которую российские пользователи видят, заходя в интернет первый раз. Большинство начинает серф в интернете с Яндекса. И законодательство было изменено таким образом, что теперь на поисковой выдаче должны отображаться только сообщения зарегистрированных медиа, которые гораздо меньше, которые легче контролировать. А если этого не происходит, то ответственность за сообщения несет поисковая система. Ну и, естественно, никто не хочет брать на себя эту ответственность, и Яндекс мгновенно изменил правила. Вконтакте, например, социальная сеть интересна с другой точки зрения. У нее очень большой объем информации о пользователях, о администраторах групп, в том числе групп, например, в которых организуются протесты, о пользователях, которые переписываются и так далее. И Вконтакте интересно прежде всего тем, что она может поделиться этой информацией. Мы видим по материалам уголовных дел, например, которые ведут мои коллеги в России, что Яндекс выдает эту информацию по первому запросу без каких-то судебных разрешений. хотя на самом деле в России и судебное разрешение тоже не проблема, там 99% таких запросов от полиции и спецслужб судов удовлетворяет, но тем не менее. По электронной почте сотрудник полиции пишет в компанию, просит предоставить информацию на этого пользователя и получает ее. Дело было за крупными зарубежными платформами, прежде всего, конечно, это Google и YouTube, которые на самом деле в принципе судя по всему были готовы сотрудничать с российскими властями и они до сих пор готовы, например, в том, что касается удаления какой-то нежелательной информации. Если посмотреть Transparency Reports Google, они больше запросов от российских властей удовлетворяют на блокировку контента, чем от американского правительства. Но с выдачей личных данных пользователей ситуация совершенно другая и международные глобальные сервисы они, как правило, российским властям своих пользователей не сдают. За последние пару лет был принят целый ряд законов, которые возлагают разного рода обязанности на вот такие интернет-компании. Они обязаны идентифицировать своих пользователей, они обязаны хранить все пользовательские данные на территории Российской Федерации, они обязаны удалять нежелательную информацию по запросам российских властей и так далее, и так далее. То есть вот обложили их со всех сторон и на самом деле возможности для блокировки, например, для штрафа очень много. То есть можно развернуть эту колоду карт и выбирать любую, за что наказать тот или иной сервис. Но российские власти, я думаю, это были политические причины, они не хотели обострять, и вот в течение очень длительного времени шла такая вялая борьба, переговоры, раз в несколько месяцев приезжали представители Google, Twitter и так далее в Россию, о чем-то говорили, уезжали, Роскомнадзор, это телекомагентство российское, говорили о том, что вот-вот уже они наконец-то будут соблюдать все законы российские, этого не происходило. Собственно, потом в России заблокировали LinkedIn, и ничего не произошло, потому что не очень популярная в России сеть. прошел год, и в России попытались заблокировать Telegram. И вот это была уже совсем другая история, потому что, во-первых, пользователи не хотели блокировки Telegram, и они начали активно протестовать, и крупнейший митинг не политического характера, хотя на самом деле политического, конечно, в Москве, например, был как раз защита свободы интернета против цензуры и поддержку Telegram. Весной 18-го года Telegram отказался предоставить Федеральной службе безопасности доступ к переписке, то есть запрос был именно на переписку пользователей, это был такой поворотный момент, никогда раньше такого массового требования не было. И российские власти начали блокировать, и у них ничего не вышло. То есть они обрушили, заблокировали половину Рунета, десятки интернет-магазинов, сайтов медиа, даже сайтов государственных агентств лежали, Telegram посреди всех этих руин стоял и работал. Ну, работал с перебоями, у некоторых пользователей возникали определенные проблемы, но в целом надо сказать, что сервис устел. И я думаю, что после этого стало понятно, что обычная блокировка не пройдет. То есть если уж Telegram, прямо скажем, не очень большая компания смогла довольно эффективно противостоять вот этим действием, то какой-нибудь Google этого даже не заметит, скорее всего. И такое ощущение, что сейчас будет другой подход. Сейчас они будут пытаться на них воздействовать штрафами. Впервые был Google оштрафован осенью, в сентябре, за отказ удалить из поисковой выдачи запрещенные сайты. Они даже не оспаривали этот штраф. 500 тысяч рублей, мелочь для такой компании. Очевидно, что в ближайшее время мы увидим поправки в законы, которые будут увеличивать эти штрафы в десятки, в тысячи раз. Чем мы хуже Германии или Франции, где штрафуют на 50 миллионов евро, например, Google за нарушение GDPR. Мы тоже будем штрафовать на такие суммы. Я думаю, что это ближайшее будущее уже нонсированной проверки Facebook, Twitter и Apple в ближайшем году, так что я думаю, что у них тоже будут такие же проблемы. Соответственно, очень многое будет зависеть от позиций сервисов. Российские власти продемонстрировали, что в принципе они не подстоят за ценой и готовы даже в ущерб себе блокировать и блокировать. С другой стороны, они показывают, что они готовы к каким-то переговорам, к каким-то уступкам. И вот этот торг, в котором предметом торга будут правопользователей, он вот только начинается. Я думаю, что 2019 год нам очень многое покажет, в каком направлении все это будет развиваться. Большое спасибо. Если подвести итог стратегический, то российское правительство обращается не против отдельных людей, а хочет более системно подойти к делу. То есть сначала с сетевыми операторами они были подвержены давлению, они согласились, отчастные, как, например, в Телеграмм, смогли сопротивляться. То есть можно надеяться на то, что и на другие, например, Facebook, Google и другие иностранные платформы будут вести себя прилично, более-менее прилично, хотя они тоже только частные лица, которые хотят зарабатывать деньги. Но я думаю, что нам стоит тоже об этом поговорить. Они действительно частные? Или, может быть, они сейчас играют уже совсем другую роль? Я просто хотела дополнить, потому что я думаю, что это важный момент, чтобы понять эти платформы, как мы их называем часто. Что это вообще? О чем мы говорим, когда мы говорим о Facebook, или Twitter, или Google? Существует целая экспертная дискуссия об этом, и я наблюдаю, что все чаще используется термин, который сложный, то есть интерфейс, медиэра. Это термин, который хочет сказать, что это не медиа, Facebook, Twitter и Google. И это не просто технические платформы, а мы, как, например, бортеры без границ, воспринимаем их как новые общественные пространства, которые были созданы, которые очень важны для дискуссии в многих странах. И я думаю, что все, кто занимается Facebook-бешингом, они не понимают, что не только определенные медиа-бренды создали собственные бренды в интернете, но есть масса стран, в которых мы видим, что общественное пространство, в котором происходит живая публицистика, это исключительно Facebook. И это показывает, какую огромную ответственность несут эти крупные концерны, которые действительно были созданы для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы получить наши данные. И, конечно, они заслуживают массу критики, но, с другой стороны, они несут, сейчас стали нести ответственность за публикацистическое многообразие публикации. И, если посмотреть на молодых людей, которые используют Instagram, или, ну, мое поколение использует Facebook, это постоянно новые пространства, которые возникают, и там речь идет уже, дело не в том, чтобы зарабатывать денег. И многие здесь, может быть, и не понимают, что даже в Германии были тоже попытки регулировать это. Например, существовала вся эта дискуссия о hate speech. Из этого выросло по-нашему ужасный закон, который называется закон о реализации контроля сети, который был очень быстро принят, несмотря на большую критику. Я сама была тоже на чтении министра юстиции МАСа, который ответственен за этот закон. То есть очень много критики мы имеем к этому закону, и мы, как репортеры без границ, видим, что этот закон дает возможность с предпринимателями, как Facebook, принимать решение, что они удаляют. И это ужасный пример для других стран, которые говорят и видят, о, немцы приняли такой закон, ну тогда и мы примем такой закон. Мне интересно было бы узнать тоже о реакции в России. Я читала, что в Государственной Думе в проектах законов, которые сейчас готовятся для интернет-цензуры, очень часто ссылаются на этот немецкий закон, который в силе с 1 января 2018 года, который мы слишком мало воспринимаем, мы не создаем новые организации, которые контролировали бы, что удаляется, которые предоставили бы это общественному контролю, а теперь это полностью в руках платформ, и мы наблюдаем, и вы можете прочитать об этом на нашем векс-сайте, что очень много контента удаляется, с самого начала, и может быть вы сами это уже заметили, такой контент, где юридически он совершенно не является hate speech, и это, что мне важно сказать, это ужасный пример для других стран, вот это я хотела вам сказать, и услышать о вашем опыте с этой темой. ситуация относительно ВКонтакте и Телеграм в России, чуть-чуть буквально добавить, во-первых, ВКонтакте начали разбираться очень давно разными способами, одним из первых способов был, собственно говоря, смена его собственников и руководителей, как только Павел Дуров создал работающий, огромный работающий сервис, который стал бешено популярным в России, он постепенно, ну, гораздо популярнее Фейсбука, он постепенно стал первого нашей, популярнее первой нашей социальной сети, которая называлась Одноклассники, он ее обогнал, и как только все увидели какая-то мощная история, государство немедленно сделало так, что, в общем, он практически изменил собственника, и Павла Дурова оттуда выдавили, я просто хочу это немножечко напомнить. А дальше уже, собственно говоря, он стал совершенно подконтрольным, он сразу согласился на любые требования, на то, что он выдает информацию о своих пользователях и так далее. Что касается Телеграма, это ведь тоже история, связанная с Павлом Дуровым, который тоже создал этот мессенджер, уже еще будучи одним из руководителей ВКонтакте и его владельцем. И отчасти это международно, да, для нас это иностранная компания для России, Телеграм не российская компания, но человек, который его возглавляет, который, так сказать, всем этим занимается, это Павел Дуров, тот самый, который очень хорошо знает, кто с ним воюет, когда речь идет о том, как за ним, да, и вся эта история с поддержкой Телеграма пользователями, она вообще довольно интересная, потому что у него несколько аспектов разных, один из них связан с тем, что мы видим, как огромная государственная машина, значит, с мухобойкой гоняется за одним маленьким Телеграмом, пытаясь его прихлопнуть и параллельно прихлопывая все вокруг, но он все время как-то ускользает, это одна история. Другая история, что, так сказать, да, мы все знаем, кто, собственно, этот человек, за которым гоняется эта государственная машина. И третья история про то, что Телеграм при этом чрезвычайно популярен не только у людей, которые хотели бы знать альтернативную точку зрения, которые читают каналы Телеграма, там, феномен, собственно, каналов Телеграма, он и принципиально важен для объяснения популярности этой социальной сети в России, потому что огромное количество анонимных и неанонимных каналов предоставляет людям огромное количество информации самого разного свойства, начиная от действительно независимой информации и правды о многих вещах и инсайдов о каких-то, так сказать, вещах, которых мы не знаем и не узнаем ниоткуда, и кончает тем, что, собственно, в виде его популярности начали использовать государственные разные органы, начала использовать администрация президента, начали использовать люди, которые, так сказать, не являясь сотрудниками администрации президента, по заданию администрации президента и от имени администрации президента или финансируемой администрации президента, создают там огромное количество каналов или через известные каналы зашвыривают туда огромное количество самой разной информации, в том числе, естественно, нерелевантной. То есть это превратилось в историю, где очень много того, что мы называем сливами. То есть это попытки дезинформировать каким-то образом общественность тоже. И Телеграм читают все. Телеграм читают самые разные люди и люди, которые исповедуют оппозиционную точку зрения. И администрации президента у нас, по крайней мере, существует такая легенда, что она просто свое утро начинает с Телеграма, с некоторых каналов Телеграма, которые особенно популярны. История с Телеграмом пока не закончена, потому что это маленькая прошлогодняя история, которую многие ассоциируют с победой. На самом деле безусловно будет продолжаться еще и потому, что в конце года были слухи о том, что правительство готово... Это были слухи, они ничем не подтверждены, об этом писала BBC, русская редакция, что власти готовы вложить 20 миллиардов долларов в создание системы блокировок совершенно новой, которая будет гораздо более эффективна, чем та железобетонная мухобойка, с которой они гонялись за несчастным маленьким Дуровым и его телеграммом. Поэтому, конечно, они этих попыток, насколько мы понимаем, не оставят. Дамир, вы тоже, может быть, хотели еще добавить. И я бы потом хотел открыть эти диалоги для публики, для аудитории. Я думаю, что со стороны аудитории будут вопросы. Но хотелось бы коснуться еще одного момента. Вы как-то говорили, вот, что были переговоры. Что как-то там шло, ну, тянулось и так далее. Насколько есть какой-то шанс или перспектива, что акторы, игроки, которые работают на рынке, которые занимают хорошие позиции, которых поддерживает пусть население, пусть правительство, потому что оно тоже использует эти сервисы, как можно себе представить коалицию из гражданских сил, таких мы организаций и мониторинга, как ваши, например, и другие гражданские организации, и государственных органов, и предпринимателями. Возможно, такая идея, что они все вместе поговорили об этой системе, о контроле. Есть шанс на такое? Есть какая-нибудь концепция, или все время речь опять будет идти о том, чтобы искать бреши, и либо через них выходить, или их закрывать? Я верю в то, что с российскими властями можно вообще о чем-то какие-то переговоры уже вести. То есть переговоры, которые ведут компании, они продолжаются очень долго, о них, о содержании этих переговоров и о результатах их практически ничего не известно. То есть мы можем только видеть результат, как это происходит, потому что компании молчат многозначительно, а Роскомнадзор говорит, что все хорошо. Но мы видим, что вроде как, с их точки зрения, совсем не все хорошо. Поддержка интернет-свобод в принципе показала, что это одна из тех тем, которая может консолидировать общество, причем разных представителей разных взглядов, течений, направлений и так далее. То есть вот было видно, что это вопрос, который волнует всех, и это тема, которую все готовы обсуждать. Мне кажется, что российские власти стараются не класть все яйца в одну корзину, они продолжают развивать разные направления. Они по-прежнему используют блокировки сайтов операторами связи. Они пытаются сейчас монополизировать рынок телеком-операторов. Очевидно, что одним из направлений, одной из задач вот этого вот известного пакета Яровой о тотальной слежке в интернете, который продавался под соусом борьбы с терроризмом, является как раз ликвидация разорения мелких операторов связи. И концентрация всех сетей в руках 5-6 полностью подконтрольных правительству крупных компаний, может быть, с государственным участием, вроде Ростелекома. Они сейчас технологические усилия предпринимают. Например, вот один из самых последних законопроектов, который обсуждается, он буквально, по-моему, на днях должен, второе чтение будет в Госдуме слушаться, так называемый закон о суверенном Рунете, который предполагает в перспективе нескольких лет концентрацию всех сетей связи под контролем, создание точек контроля на уровне государственных ведомств и предоставление тому же Роскомнадзору возможности при угрозе, какой-то гипотетической угрозе критической инфраструктуры Рунета, брать полностью управление на себя и, соответственно, принимать решения о блокировке видов трафика, определенных ресурсов или интернета полностью. Мы, например, видели, как во время протестов в Ингушетии просто отключался интернет в местах проведения митингов буквально несколько месяцев назад. То есть вот они с разных сторон пытаются это делать и ни одного примера того, чтобы они действовали в каком-то там из хороших побуждений нет. То есть все, что они делают, это цензура, это репрессии, это ограничения. Поэтому я, честно говоря, не вижу, о чем с ними здесь можно договариваться. Я думаю, что со стороны публики тоже есть вопросы. Я готова предоставить вам возможность. Возможно, конечно, если уже есть какие-нибудь вопросы, ремарки. Если нет, то пока вы еще подумаете. А нет, я вижу, уже есть, Сергей. И будьте добры вкратце представиться, как вас зовут, чем вы занимаетесь, или почему вы вообще сюда пришли. Лучше по-русски задам вопрос Дамиру. Вот как раз вы сейчас говорили о суверенном интернете, и там же тоже это все подается под таким соусом, что это если будет внешняя угроза, если будут санкции, то вот тогда мы включим этот интернет. И те суммы, которые называются, это, опять же, больше 20 миллиардов. То есть насколько мы знаем, на самом деле, проекты в России, которые стоят, может быть, и больше, но которые не реализуются. Но вот как вы думаете, все-таки это сейчас пустые слова, или все-таки вот так вот они будут продолжать строить суверенный интернет, чтобы это не значило? Кажется, работает. Спасибо большое за вопрос. Это, на самом деле, то вопрос, который я сам себе постоянно задаю. Потому что пакет Яровой, который же я упоминал, про него тоже говорили о том, что он требует очень больших затрат, там назывались миллиарды долларов на установку всего этого оборудования. Он был принят в 2016 году, он до сих пор полностью не действует. Закон вступил в силу, но операторам связи до сих пор они не могут устанавливать все это оборудование, потому что оно не сертифицировано. И есть стойкое ощущение, что Министерство связи сознательно тормозит вот этот процесс. Потому что если его запустить на полную катушку, то система не выдержит, она перегреется. Скорее всего, я думаю, что будет примерно такая же история и с суверенным Ронетом. То есть они, конечно, хотели бы сделать, хоть как в Китае, но, скорее всего, ни ресурсов, ни технологий для этого не хватит. Тем более, что Ронет строился совершенно по другому принципу. Наверное, здесь больше речь идет о том, что отдельные бизнесмены, околовластные, играя на паническом страхе высшего российского руководства перед интернетом и перед социальными сетями, лоббируют какие-то собственные интересы и хотят на этом заработать, на поставках того же оборудования. То есть уже есть примеры того, что, допустим, Минсвязи рекомендует операторам устанавливать и закупать оборудование определенных поставщиков, которые входят в крупные окологосударственные корпорации. Я думаю, что это вот так будет примерно развиваться. То есть они будут выделять какие-то по возможности средства, но в конечном итоге вряд ли дело дойдет до полной изоляции РУНОТ. Продолжение следует... Продолжение следует... Штефан Мелле. Меня интересует вопрос о происхождении информации. Вы назвали две вещи. Россия, это мы видим каждый день, это очень прогрессивное в интернет-товском плане общество, интернет присутствует повсюду, и одновременно вы говорили, что 80 людей черпают информацию из-за телевидения. И там, наверное, есть как бы общая часть. Многие в интернете, многие в телевидении, и многие, значит, берут информацию оттуда и оттуда. Почему? Это только 20% которые берут информацию от независимых медиа. Это вопрос не технический, потому что в интернете все есть. И это... Что это за люди? Я думаю, это тоже определенные пузыри, принадлежность к определенным социальным слоям или идеологиям. Вот это меня интересует. Напрямую хотите ответить, или мы возьмем еще один вопросик, и потом ответим Вальтер Коффман от фонда имени Бёля. Вопрос в адрес Анны, как пользователя интернета, как индивидуума и представителя редакции от Кольта. Вы знаете, что вам дозволено, а что нет? Что позволено Кольтону, чтобы избегать рисков, чего лучше не делать, что вы, как пользователь, что вам позволено, а что нет? Как четко определены границы дозволенного и недозволенного? Существуют какие-то понятные всем ситуации относительно границ дозволенного и недозволенного, но сказать, что я, как пользователь интернета, так сказать, должна руководствоваться какими-то правилами, я не могу, по крайней мере, когда речь идет о каких-то платформах, мы примерно себе представляем правила платформы. Не знаю, как вы здесь, а мы в России достаточно хорошо ощущаем, например, пользуясь Фейсбуком, у нас часто огромное количество возникает шуток на тему цензуры со стороны Фейсбука, потому что Фейсбук периодически банит людей за информацию, так сказать, просто перекрывает им доступ к сервису, за вещи, которые иногда выглядят анекдотически. Например, если человек употребил слово хохол, хотя это слово у нас не носит однозначно негативного оттенка, могут быть разные связанные с ним шутки и так далее. Но огромное количество случаев, когда человек на месяц лишается доступа за очень старые публикации, чаще всего это происходит как ни забавно в связи с Фейсбуком, а никак не в связи с пользованием какими-то... Что значит выйти в интернет? Это значит выйти куда-то. Мы же понимаем, что мы находимся не вообще в пространстве, а где-то конкретно. И действуют каждый раз правила того или иного сервиса. Если говорить о Кольте, есть правила, которые распространяются на средства массовой информации. Есть правила, которые распространяются. Скажем, мы не можем использовать мат, а Кольта это ресурс о культуре, и мы не только делаем журналистские, материалы, у нас бывают, например, публикации стихов, бывают, например, публикации рассказов, то есть художественная литература, то что называется. И единственный случай, скажем, когда Кольта объяснялась в полиции, то есть главный редактор Кольта был вызван в полицию для объяснений Марии Степановой. Это был случай, связанный с публикацией статьи, довольно известного в России журналиста Филиппа Дзитко, о поэтическом цикле, довольно известного в Москве поэта Юлия Гуглева. В этом случае, в этом тексте он цитировал стихи Юлия Гуглева, в которых был мат. Этого было достаточно для того, чтобы у нас мат запрещен в средствах массовой информации, этого было достаточно для того, чтобы вызвать нашего главного редактора объясняться в полицию. Кончилось это, правда, довольно мирно, но это было несколько лет назад. В общем, большая часть медиа придерживается правила запикивать, что называется, матерные слова, ставить звездочки и так далее. Что касается того, знаем ли мы, что дозволим, мы понимаем, что время от времени тебя могут, что тебя действительно могут арестовать за репост. Это правда, такие случаи есть. Проблема заключается в том, что это довольно непредсказуемо. Тот материал, который ты можешь репостнуть, который окажется поводом для твоего ареста или тюремного заключения, он может носить совершенно не криминальный характер и думать о том, я, например, как пользователь, если вы меня спрашиваете, Анну Голубеву, я как пользователь просто стараюсь не думать о таких вещах вообще, потому что очень многие вещи совершенно непредсказуемы, реально, и предсказать, что с тобой будут, тебя поведут по этапу на 8 лет или тебя поругают в полицию и отпустят, ты представить себе этого заранее не можешь. С какого-то момента вообще происходящее в России с трудом поддаётся как бы осмыслению с точки зрения вот это может быть примерно так, ты себе про жизнь как-то это представляешь. Или нет, это скорее всего будет так. Вот про Россию невозможно теперь с некоторых пор сказать, что наверняка будет так. Да, скорее всего, они спустят это на тормозах. То есть, когда Дамир это говорит, мне очень радостно это слышать, что они, скорее всего, просто не справятся с этим технически, потому что под этим есть какие-то основания. Но я с таким же точно, почти с такой же вероятностью могу предположить, что они найдут ещё какие-нибудь способы справляться технически, что китайские товарищи массово приедут их учить за большие деньги, и что они всё нам перекроют и свет выключат в крайнем случае, электричество выключат. А мы все с вами от него зависим в интернете. Просто электричество. Извините. Большое спасибо, Анна. Я понимаю, что, конечно, вытеснение, юмор, это хорошая форма реакции. Конечно, просто смеяться над этим, потому что не знаешь, что будет, а надо жить дальше. не можете сказать, что я боюсь, боюсь, боюсь. Так я вас поняла, да, что юзеры сейчас не содрогаются от страха и что они не думают о последствиях любого действия в сети. Может быть, вы хотели бы ещё ответить на вопрос Штефана Мейля о тех людях, которые вообще пользуются независимыми СМИ, хотя эта возможность есть. Правда ли это, что 80% людей получают информацию только из телевидения? Может быть, это тоже большая проблема? Я думаю, что телевидение до сих пор остаётся крупнейшим источником действительно получения информации и до сих пор остаётся самым массовым медиа, безусловно. И я, в общем, с начала нулевых годов я была для начала, ещё до того, как начала работать в Кольте, на портале OpenSpace, я была телевизионным обозревателем, поскольку я исторически связана с телевидением, я хорошо и долго наблюдала в подробностях процесс того, как власть забирала под контроль телевидение как самая массовая медиа, поэтому им было важно в первую очередь установить контроль над телевидением. Дальше то же самое началось в печатной прессе, благополучно совпало с кризисом отрасли и с тем, что бумажные медиа стали с трудом выживать и кризисом рекламной модели, а затем всё это плавно перетекло в интернет, где, соответственно, власти стали примерно так же, но по-другому действовать, не так, как с телевидением, но тем не менее прибирать к рукам или уничтожать, или запрещать, или менять изнутри какие-то интернет-медиа. Поэтому сказать, что нет, люди, конечно, пользуются интернетом. Более того, когда мы говорим о том, что люди смотрят телевизор и не читают интернет, это довольно забавное противопоставление, потому что большая часть телевизора находится в интернете, тоже ты можешь не иметь этого ящика и всё равно смотреть телевизор. Мы долгое время наивно возлагали, наверное, все, я думаю, что и в разных странах, не только в России, наивно возлагали надежду на то, что люди, когда начнут читать интернет, в интернете, они все будут интернет-грамотные, они тогда сразу начнут разобираться кто где и почему. это, конечно, не так, потому что интернет это огромная вселенная, в которой представлены самые разные точки зрения, в которой представлены разные медиа, и где каждый может найти себя медиа по душе, и не медиа по душе, и точку зрения по душе, и существовать действительно и в своём информационном пузыре, если ему так комфортно, и исповедовать те или иные вещи, в том числе вполне прогосударственные в России, и прогосударственные в Китае, и так далее. Вот, поэтому говорить о том, правда ли, что люди 80%, значит, мы в этом году, в прошлом году впервые у нас объёмы рекламы в интернете, в русском интернете, сравнились, да, рынок рекламный в интернете стал сопоставим, то есть приблизился к рынку рекламы на телевидении. Это довольно серьёзный как бы уже рост. Мы видим, что, естественно, интернет растёт. Мы видим, что, так сказать, что рекламные доходы постепенно перетекают туда. Мы видим, что телевидение, в свою очередь, диверсифицируется. И там огромное количество каналов. И те федеральные вещатели, крупные, которые занимаются этой бешеной пропагандой, да, лавинообразной, они, у них уходит постепенно, у них смотрение падает, и растёт смотрение нишевых каналов, ненезависимых, нишевых, разнообразных каналов, в основном тематических, маленьких. То есть маленькие растут, большие уменьшаются. Но ситуация того, что у нас там, у нас очень большое проникновение интернета в России, у нас растёт число пользовательской базы интернета. Но, тем не менее, это не значит никаким образом. Существуют люди, которые в интернете смотрят только, не знаю, там, сайты про анекдоты, и в Телеграме, в Телеграме, в том же самом, где все читают там политику и не загоря, да, а эти люди читают там хохмы, приколы, анекдоты и что-то ещё. Поэтому интернет такая же среда, как любая другая среда. И сказать, что здесь люди делятся 80 на 20, я вообще боюсь этих цифр очень всегда. Потому что, когда мы говорим, что у нас, значит, 86% за государство, это у нас стандартная такая шутка и стандартная тема, да, мы, во-первых, этого не знаем до конца, потому что у нас практически не существует релевантной социологии на эту тему. Я это знаю довольно неплохо, потому что я дочь профессора социологии, которая занимается социологией массовых коммуникаций. Да, у нас социологические центры, которые исследуют аудиторию медиа, в основном под контрольное государство. Оно долго старалось их взять под контроль. Так же, как и рекламных сапплайеров и огромные рекламные агентства, которые занимаются размещением рекламы на телевидении, скажем, да, потому что это источник жизни для телевизионных каналов, а социология – это вещь, которую нужно тоже построить и взять под контроль, естественно. Поэтому очень немного независимых центров осталось, которые могут там делать большие опросы и какие-то релевантные цифры нам выдавать. И опять же, мы знаем, что огромное количество людей, что растет, недовольство в разных совершенно сферах и группах тем, что происходит в обществе. поэтому люди, даже используя разные источники информации в интернете и где-то еще, все-таки не делятся так жестко, я бы так не сказала, что это 80% смотрят телевизор и поэтому они за государство. Эти 80% в этом телевизоре смотрят шоу, например, а не новости. И это очень все неоднозначная история, не так все жестко и просто, я бы сказала. Происходит очень большая диверсификация источников информации, безусловно. Большое спасибо. Еще один вопрос. Здесь возник микрофон, попросим. Может быть, этот вопрос звучал тоже так, что почему нет больше общественного дискурса об этих обновлениях, о которых Дамир говорил. Может быть, и на это был нацелен вопрос. То есть, почему никто не замечает это, почему никто не протестует против эти контролирующие инициативы государства. И от того, что Анна Голубева сказала, у меня есть вопрос. Как журналист в прошлом, я работала в Томской медиагруппе, куда входила 4 года назад ликвидированная телекомпания ТВ-2, очень успешная частная телекомпания в России, региональная. И 4 года назад в Томске проходили большие протесты, митинги в декабре в защиту этой телекомпании, куда собиралось в минус 15 около 3-4 тысяч человек. С одной стороны, для минус 15 это много, но для 600-тысячного Томска, города университетского, умного города, по-моему, это все-таки мало. И вот тут встает другая проблема, как мне кажется, помимо той, что обозначено в названии дискуссии, ограниченная свобода слова, выходит проблема ограниченного спроса на эту самую свободу слова и ограниченного доверия в принципе средству массовой информации. И поэтому у меня к вам вопрос такой. Как вы видите ситуацию за последние 4, 5, 6 лет? Вот этот вот спрос на независимую информацию, он растет или наоборот падает в России? И в чем потенциал, чтобы этот спрос увеличить, чтобы этот спрос пробудить? Ну, я вам могу только ответить, что как бывший сотрудник телекомпании НТВ, которая в свое время тоже была независимой телекомпании, была несколько больше, чем ТВ-2 знаменитая. И в поддержку которой, когда, помните, был знаменитый спор хозяйствующих субъектов, и НТВ практически перешло под контроль государственной корпорации Газпром, формально это до сих пор независимый телеканал у нас, а реально этот канал теперь контролируется государством, естественно. в этот момент митинги собирались, там, конечно, была весна, и был не такой минус, но митинги были многотысячные, и это никаким образом никак не повлияло на ситуацию вообще. Что касается спроса и неспроса, я думаю, что спрос на независимую информацию, конечно, есть. Я думаю, что свобода слова очень неустойчивая ценность в России, очень молодая ценность в России. Я думаю, что то, с чего начали отнимать вообще наши свободы, собственно, это были две самые первые, базовые, верхние, самые понятные такие формы свободы, это свобода слова, свобода собраний. Это то, что у нас исчезло первым, то, на что началось наступление первым. И мы очень легко расстали систему с другим в России, потому что границы до сих пор открыты, колбасы немножко больше, чем было в Советском Союзе. Пока еще кажется, что ну и фиг с ними с собраниями, и фиг с ней со свободой слова. Но выясняется, что когда вот эти две базовые штуковины начинают постепенно теснить, то потом у тебя как-то исчезает все, включая колбасу и возможность куда-то поехать тоже. Как-то оно постепенно вдруг, такие вроде бы вещи простые, но оно постепенно вдруг влияет вообще на все. То есть как только ты разрешил им не пустить тебя на митинг, это, в общем, скоро кончается тем, что они вламываются к тебе домой с обыском. Буквально несколько лет проходит между первым и вторым. Причем по такому поводу, которого вообще было невозможно совершенно ожидать. Поэтому, что такое спрос на независимую информацию? Да, он есть, с одной стороны. Да, с другой стороны, есть люди, которых вообще это совершенно никак не интересует. Их интересует, чтобы медиа их развлекали и не более того. Да, есть люди до сих пор, которые считают, что все журналисты одним миром мазаны. Существует самая разная история. Почему люди не встают на защиту этой штуки? Еще раз, с моей точки зрения, потому что это действительно очень молодая ценность в России. Она не сильно укорененная, она не очень осознается как ценность, как важное завоевание демократии. Мы эту свободу в свое время, с моей точки зрения, получили довольно легко в начале 90-х, вместе с, там, после перестройки, вместе со всеми изменениями, которые у нас были. Мы за нее никогда не боролись последовательно. У нас нет опыта борьбы за нее. И та ситуация, которая сложилась у нас начиная с первого срока путинского, она практически, наверное, связана с тем, что нам, видимо, таким образом мироздание дает понять, что теперь нам за эту свободу, видимо, придется побороться. Для этого сначала придется, до этого сначала придется дорасти, потом придется перестать бояться ради этого выходить на улицы и т.д. и т.п. Потому что потом придется научиться с улиц не уходить и т.д. Мы пока к этому не готовы, не созрели, условно говоря. Но вы надеетесь, что когда-нибудь так будет? И я вот думаю, в это время, когда были такие большие свободы, такая расслабленная в интернете, и колбаса лежала на тарелке, и все ездили. Может быть, тогда люди, стоило было объединяться в большие группы и бороться за права граждан. И, может быть, сейчас люди только просыпаются и видят, что как-то пространство сужается. Но, Дамир, вы тоже хотели высказаться, и я уже должна попросить вас сделать завершающее высказывание, потому что нам уже пора закругляться. И я вас всех трех прошу еще раз высказаться под конец. Сделайте ремарку, и как раз она, мне кажется, подведет итог моим рассуждениям на эту тему. Почему люди не протестуют против ограничения интернета? Например, когда блокировали «Телеграмм», мы запускали горячую линию для пострадавших от блокировок. Потому что очень много, например, интернет-компаний и владельцев бизнеса, которые завязаны на интернет, пострадали. Мы предлагали бесплатную юридическую помощь в сопровождении в судах, вплоть до Европейского суда по правам человека. То есть, собственно, от человека требовалось столько доверенности по большому счету. Мы получили больше 150 обращений. То есть на горячую линию примерно 500 обращений было, из них примерно 150 человек сказали, что они хотели бы обжаловать эту блокировку. В итоге в суд пошел один, одна храбрая женщина. Наши коллеги из «Роскомсвободы», когда блокировали тоже «Телеграмм», запустили проект «Битва за «Телеграмм» и предложили пользователям, которые лишились доступа к сервису, тоже обратиться в суд. И это была интернет-форма, которую нужно было просто заполнить и потом, подтвердив свое желание участвовать в компании, потом дослать юристам доверенность. На сайте зарегистрировалось 7 тысяч человек, доверенности прислали 30. И вот сейчас они проходят, как раз закончили проходить национальные суды, обращаются в ЕСПЧ. Почему так? Мне кажется, что причина кроется в том, что интернету, интернет-пользователям с самого начала было присуще вот это вот стремление и умение уклоняться, обходить запреты. Гораздо проще и гораздо эффективнее на самом деле с точки зрения результата использовать технические средства. Купить VPN, настроить прокси, поменять сервис, IP-адрес и так далее, чем пытаться доказать что-то вот этому левиафану, который не слышит, не готов тебя слушать, которому неинтересны твои аргументы. Потому что мы видим в судах по интернет-делам. Аргументы защиты никто не слушает. И это очень сильно. И с коллегами-юристами я в том числе общаюсь на эту тему. И вот это вот ощущение того, что ты работаешь в песок, в никуда, что твои аргументы не слушают, оно очень сильно разочаровывает и заставляет опять-таки обратиться к поиску других средств. И мне кажется, в этом беда интернета в том, что люди не готовы выходить за него на улицу, потому что они видят другие способы возраста, но это и преимущество. Не нужно, в конце концов, выходить на улицу для того, чтобы добиться и защитить свое право на интернет. Проблема в том, что таким образом мы утрачиваем очень полезный навык выхода на улицу, но это уже другая история. Спасибо вам всем. Я думаю, что любое объединение в борьбе за свободу чего бы то ни было предполагает возможность и умение объединяться на горизонтальном уровне. В России с этим большая проблема, потому что у нас много лет общество было устроено таким образом, что оно управлялось вертикально, разделяя властвуй, и до сих пор это больше всего удобно власти, чтобы общество как можно меньше держалось за руки, чтобы не было возможностей объединяться. В общем, некоторым образом у нас такой привычки нет, у нас ее нет исторически, и она буквально, история с появлением каких-то начатков гражданского общества, она на наших глазах происходит, начиная с нулевых годов, наверное, она немножко активизировалась после протестов 2012 года, когда начались с одной стороны дискуссии о том, нужно ли дальше протестовать, или нужно возделывать свой сад и создавать небольшие участки нормальной человеческой жизни, эта дискуссия до сих пор в том или ином виде присутствует, хотя довольно вяло, но тем не менее на наших глазах начали возникать какие-то небольшие объединения граждан, то, что рядом со мной собственно говоря сидит Дамир, который представляет организацию, которая юридическую помощь предоставляет группам граждан, в том числе в таких ситуациях, то, что там среди нас находятся мои коллеги, которые занимаются третьим сектором, который очень сильно вырос в последние годы, это благотворительность, это то, что люди делают сами, это то, когда люди сами делают то, чего в частности не делает и государство в России, по крайней мере, это так. Оно постепенно возникает, когда-нибудь оно, будем надеяться, что возникнет, сказать, что это будет скоро, мы не можем. Вполне возможно, что это будет лавинообразно развиваться, может быть и нет, может быть, нам придется пройти какой-то путь. Почему люди не объединяются, это хороший вопрос, но если бы люди могли объединиться против свободы интернета, поверьте, они бы давно объединились уже против многого другого в России, гораздо более выпиющего и страшного, я бы так сказала. Я дополню, что мы в Берлине тоже видим, что на демонстрации за свободу в интернете немного людей выходит на улицу. Эта тема занимает нас уже больше 20 лет, и мне каждый раз бросается в глаза, что осознанности довольно мало относительно значения гражданских прав и того, что мы должны их защищать. Мы видим, что такое ощущение, что это маленькая группа, которая каждый раз выходит на улицу, а многие другие граждане, видимо, для них это абстрактная тема. Еще я хотела бы дополнить, что в наших программах для стипендиатов мы все больше и больше ставим эту тему в центр, потому что мы видим, что многие журналисты в других странах, для них очень важно как-то обращаться с цифровой безопасностью. Для этого мы создали новую программу для стипендиатов, которая финансируется в том числе Берлинским Сенатом, и мы там предлагаем коллегам, журналистам приехать сюда, пройти обучение на тему цифровой безопасности. Это означает, что они сами учатся общаться и публиковать безопасно. Это очень по-разному применимо к разным странам. Например, одна коллега сейчас здесь из Сирии, для нее важно действительно соблюдать анонимность под очень сложными условиями. Для других коллег в Египте важны навыки знать, как обойти эту ситуацию, и там интернет часто исчезает буквально на пару дней. И, кроме вот этого технического обучения, которое предлагают многие журналистские организации, мы также хотим обострить их озазнание того, какие опасности и какие шансы предоставляет нам интернет. То есть повышить их чувствительность и знания об этом, тренировать коллег в течение трех месяцев, которые они здесь в Берлине проводят, для того, чтобы они потом были мультипликаторами и передавали свои знания в своих редакциях. Это очень важная, по-моему, очень важная помощь для того, чтобы сохранить себе свободу интернета. Мы должны знать, как обращаться с ним, мы должны учить других коллег тому, как сопротивляться против этого репрессивного курса, который, по-моему, глобально сейчас уже виден, сужающий свободу интернета. Так что я вас всех призываю, обучайтесь, интересуйтесь и поддерживайте эту тему. Большое спасибо. Мы сейчас во время второй части обсудим различные активности публицистов, журналистов в интернете, о том, что бывает в интернете. Сейчас мы поняли, что ситуация сложна, что, несмотря на отсутствие широкого общественного оппозиционного консенсуса или политических организаций, все равно существует традиция обходить запреты, сохранять себе юмор, делать все возможное. Спасибо большое вам, гостям на подиуме за это интересное, но и сложное общение, потому что темы сложные. Спасибо публике за внимательные настрои и за то, что вы задавали вопросы. И буду рада видеть вас через полчаса, то есть в 19.15 для продолжения этого вечера. и благодарю также переводчиков, которые мне были нужны сегодня. Я очень рада, что они нам переводят, потому что без них мы бы не могли понять друг друга. и благодарю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.